Инноват, не мешай, сейчас инноват очень хорошо не произошло. Да, сегодня. Изменили метр. Всегда начинаются с глобальных вызовов. Действительно серьезные проблемы. И климат, и природопользование, увеличение населения, и появление новых болезней, и продовольствия, и так далее. Очень хорошо, что начали подходить системно ко всем этим проблемам. То есть смотрят действительно на последствия. И что будет с земным шаром, что будет с окружающей средой, что будет с человеком. Потому что меняется не только внешняя среда, но, естественно, меняется и человек. Потому что, надо помнить, что мы с вами находимся в симбиотическом взаимодействии с огромным миром микроорганизма. Более тысячи видов, в кишечнике, десятки в легких, ну и так далее. И под действием этого антропогенного пресса меняется не только внешняя среда, но и внутренняя среда человека. В частности, меняются и компоненты крови. Меняются и составляют части желудочно-кишечного тракта. В частности, вот то, о чем мы всегда говорили. Это изменение соотношения между патогенами микроорганизма, сапрофитами и вирусами. И мы как раз здесь прозвучали, ведь речь о том, что нам грозит наряду с эрой благоденствия, с эрой улучшения возможностей, с увеличением до 5 миллиардов среднего класса. Но без системы появления новых болезней. И это будут в основном вирусные болезни. И, как мы знаем по современным концепциям, именно вирусы являются источниками таких заболеваний, как опухольный процесс. Это уже ни у кого не вызывает сомнения. Это и новые заболевания. Мы знаем об этом. Типа различных видов гриппа, вызываемых новыми штаммами. И поэтому я хочу сказать, что радует вот такой подход, повторяю еще раз, системный комплекс. Вот сейчас мы идем на круглый стол по биоэкономике, где как раз будем говорить обе технологии, о том, что может заменить вот эту растрату ресурсов, а нужны возобновляемые продукты, и вот и энергетика возобновляемая, и продукты питания, но сбалансированные, аккуратные, чтобы это не был там моновид одних удобрений, которые влияют на уже в среду, меняется вода там, ну и так далее, и тому подобное. Недавно мы обсуждали проект, который дали изобретателям, что а почему мы газ, нефть и так далее. Байкал. Великолепная мощная система с чистой питьевой водой. Пока там один только завод, который можно убрать, но его... Пока не убирают. Пока не убирают, да. Но я хочу сказать, что в него вкладывают столько, благодаря экологам, что его на выходе водные компоненты, они примерно такие же, как на входе. То есть очень дорого все это стоит, очистные сооружения, но это для того, чтобы сохранить Байкал. Это работает. Так прямо продукция Байкала вполне достаточная, чтобы воду продавать всему миру. Вода чистейшая, предлагаю. Погнали по водоводам, так называемым, воду, два-три дня. Восстановилась опять. И весь мир снабжает. И источник, и обновление в самом Байкале идет. Конечно, надо посчитать и просчитать все. А что в конечном итоге будет, как это скажется на самом Байкале, какая потребность, какая мощность, звучит как фантастика. Я говорю, совершенно верно. Вот я просто говорю не о том, что давайте сразу строить водоводы и все. Но люди просчитали, приходят экономисты, идеологи и говорят, вот смотрите, в окружающих странах проблема воды. Китай огромный, захлебывается от недостатка воды. Сам загрязняют реки, там выясняем отношения. Все, это ясно. А рядом же все. Почему? Нефть, газ. Это еще можно подождать. Это еще и самим много. Во многом пригодится, потому что многие страны ведь замораживают. Сонцы используют сначала то, что можно получить из дне, а свое сохраняют. Вот я вам говорю, что когда люди начинают мыслить широко, когда начинают думать, вот тут один заступающий взрослый, причем поехать в Москву, он все пойдет в Гималайи, там подумал, и ему очень многое совсем стало сблизиться. Вот такие форумы, это своего рода Гималайи вершины, которые насыщают мощнейшую информацию и заставляют на многие вещи взглянуть по-иному. Вот то, что я привел с Байкана. Мы пора с ним посмотреть, как очистить, как сохранить, как исследовать в глубинное дно. Там целый институт у нас лимонологии существует, в Иркутске все. А вот подход совершенно неожиданный, но мысль творческая работает, неустанно.